МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Продолжаем разбирать текст молитвы святителя Кирилла Туровского в неделю. Молитва после утренни в неделю, то есть в день воскресный. Мы разобрали только ее первое предложение и уже увидели переклички, определенные с другими богослужебными текстами. То ли еще будет? Продолжаем читать. Итак, то, что мы прочитали. «Слава Тебе, Господи Боже мой, якосподобил мя, яси, видя те день преславного воскресения Твоего. Вонь же, свободил я си сущие в уаде связанные праведных души». Освободил души праведных, связанные и находящиеся в уаде. Вонь же, в тот день воскресения. «То я свободы», а это уже новый материал, «то я свободы, владыко, и аз желаю. Я тоже хочу этой свободы, о, владыко». Владыко — это звательный падеж, который мы уже проходили давно-давно. «Разреши мя связано суща. Разреши, освободи меня, являющегося связанным. Связано суща многими грехи, связанного многими грехами. Да вот сияет свет Твоей благодати в омраченней души моей, чтобы свет Твоей благодати воссиял в моей омраченной душе». Открываем Актоих, канон воскресный, песнь первую. «Умерщвление подъял Яси, мене ради, и душу смерти предал Яси. И же вдохновением божественным душу ми вложивай, тот, который божественным вдохновением вложил мне душу. И отрешив вечных уз, и совоскресив, нетлением прославил Яси. «Отрешив вечных уз, развязав вечные оковы». То самое, что мы видим, этот же мотив развязывания, распутывания, освобождения. «Разреши мя связано суща многими грехи». Вот перекличка с темой канона воскресного. Но не только мотив освобождения, а и мотив света находит отражение и в каноне воскресном тоже. В шестой песне. «Возвелны Яси из ада Господи, кита убив всеядца». Ад сравнивается с всепожирающим китом, с морским зверем. «Всесильне ты всесильный, твоею державою не зложив того силу». То есть вот этого самого кита всеядца. «Ты бы живот и свет Еси и воскресенье, потому что ты и жизнь, и свет, и воскресенье». Вот оно слово «свет». «Да возсияет свет Твоей благодати в омрачении души моей». Подхватывает тему света святитель Кирилл Туровский. А вот в следующей песне, но уже следующего канона Креста Воскресного, в седьмой песне. «Умертвися, мерзкая наша смерть, из мертвых воскресеньем. Ты бы явився сущим в аде Христе, живот даровал Еси. Потому что ты, явившись, находящимся в аде, подарил жизнь. Тем же, поэтому, тя, яко жизнь и воскресенье, и свет ипостасный, поющий величаем». Опять мотив света. И мы видим здесь два слова. Жизнь и живот. По поводу этих слов было уже у нас пару слов, поэтому просто напомню. Живот — это то, что отличает живое от неживого. Либо жив, либо нет. Поэтому вот у стола нет такой формы существования, как живот. А у червяка, у комара, у человека это есть. Потому что червяк, комар и человек относятся к живой природе, а стол относится к неживой. Поэтому живот — это то, что в таких советских словарях называлась форма существования белковых тел. То, что там было на слово «жизнь» написано в словарной статье. Это живот. Либо жив, либо нежив. Если нет вот этого самого живота, если нет непременного условия, чтобы все остальное совершалось, для начала нужно быть живым. Для начала нужно быть, существовать, чтобы был жив. Тогда никакого продолжения дальше нет. Живот — это подарок от Бога каждому живому существу, потому что никто сам себя из неживой природы в живую не перевел. Следующая форма существования — это житие. Житие как совокупность свободно совершаемых поступков. И в этом случае человек обладает житием, потому что он может совершать свободные поступки, не мотивированные инстинктами какими-то и прочее, а вот именно выбирая то или другое по зову своего сердца, по своему решению. Собака уже не может совершать такой большой спектр свободных поступков как человек, потому что она, когда выходит на границу своего инстинкта, она, как правило, за нее не переходит. Потому что она животная, у нее нет свободной воли. Она всегда будет стремиться сохранить жизнь. А вот какую жизнь она будет считать, ну жизнь в смысле существования, да, живота, какую жизнь она будет считать более важной, и вот то она и будет стремиться сохранить. Либо свою, либо щенков своих, либо хозяина своего и так далее, и так далее. Потому что инстинкт, он нацелен на сохранение существования. А человек может по-другому относиться к существованию. Он может считать, чтобы я сдох, и все, чтобы сдохли, и все, чтобы исчезло, и все, чтобы разорвало все. Вот. Собака не способна на такое. Это только человек. Поэтому вот только человек способен совершать истинно свободные поступки, не ограниченные никакими вот рамками инстинкта. Ну вот обратная сторона свободы — это то, что можно выбрать, можно выбрать плохое, можно выбрать не то. Ну, то самое, что вот выбрали, например, наши прародители. Ну, или каждый человек выбирает тогда, когда он грешит. Он же выбирает плохое. Рассудка вопреки, наперекор стихиям и так далее. Вот это живот. Значит, это совокупность свободно совершаемых поступков. Поэтому жития святых ни животы и ни жизни, а именно жития, как вот образцовые такие цепочки поступков, приводящих в Царствие Небесное. И, наконец, третье слово, слово «жизнь». Это уже не от основы прилагательного «живой», как слово «живот», не от основы глагола «житие», как слово «житие», а вот от самой-самой короткой основы «жи». И еще с таким суффиксом «знь», абстрактным, как «белизна». Это уже жизнь духовная, жизнь в высшей степени. Тут уже это только человек. И опять, если живот человек получает, ну, наравне со всеми живыми существами, как подарок от Бога, «житие» — это уже человек сам, Господь ему может помогать, а может не вмешиваться. То жизнь — это снова подарок от Бога, это жизнь вечная. Собственно, можно сказать, жизнь вечная — это будет так же, как серый волк. Понятно, что волк и так серый. И понятно, что жизнь и так имеется в виду, жизнь вечная. Но слово «вечное» — оно такое интересное, что оно присоединяется к слову «живот». «живот вечный» и возводит его в ранг этой самой жизни. «Вечное житие» опять. Это как умножить на ноль. Вот что не умножить на ноль, все будет ноль. К чему не присоедини слово «вечный» — получишь жизнь. «Вечная жизнь» — это жизнь. «Вечный живот» — это жизнь. «Вечное житие» — это жизнь. Итак, если угодно, живот — это биологическое существование, «житие» — это социальное, а жизнь — это духовное. С этим багажом обращаемся опять к седьмой песне крестовоскресного канона. «Явився сущим в Аде Христе, живот даровал Еси. Те, кто были мертвы, стали снова живы, перешли из неживого в живое. Тем же тяв, яко жизнь и воскресение, и свет ипостасный, поющий величаем. А прославляем-то мы Бога не как подателя базового существования, но как подателя высшего. Когда человек умирает, он разлагается телом, и душой идет в ад. Ну, по крайней мере, такова была модель, господствующая до воскресения Христова. Поэтому Господь людей из смерти переводит в существование, из небытия ад. Это вот такое место, где фактически происходит расставание с бытием. Из небытия в бытие. Вот он возвращает это базовое достоинство, живот. И дает высшая жизнь. Поэтому и живот, и жизнь, здесь в каноне Крестовоскресном, это не совсем синонимы. Они различаются оттенками. И если эти самые оттенки знать, то текст понимается гораздо глубже, он становится гораздо красивее. Смотрим следующее. «Веди бо бесчисленные твои щедроты и неизреченные твое человеколюбие, потому что я знаю бесчисленные твои щедроты и неизреченное твое человеколюбие». «Веди» — это форма древняя, которая сейчас вытеснилась формой «вем». «Вем», то есть «знаю». Опять из текста «Утренний» находим дословную параллель из четвертой молитвы «Утренней». «Помяни, Господи, во множестве щедрот Твоих и вся люди Твоя, сущая и молящаяся с нами, и всю братью нашу, я же на земли, на море, на всяком месте владычествия Твоего, требующих Твоего человеколюбия и помощи, и всем подай великую Твою милость». Множество щедрот Твоих. Опять человеколюбие, которое перекликается с тем самым человеколюбием, которое мы видели в молитве Кирилла Туровского. И этот мотив еще и в 50-м псалме. «По милымя Божия, по велицей милости Твоей». «И по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». И опять, вот этот вот коротенький фрагмент из молитвы Кирилла Туровского, он перекликается и с утренней, и с другими церковными текстами, и вводит читателя, славянина, вот в целый такой мир церковный. При том, что, как видим, Кирилл Туровский особо даже новых слов никаких не добавляет. Он берет готовые фрагменты, которые существуют в разных церковных текстах, там, там, и делает из них свой текст, вроде бы не похожий ни на что, и поэтому это авторская молитва, но вместе с тем вырастающий из церковного предания. Будет у нас потом термин «интертекст», но это уже сильно-сильно после. Сейчас мы разбираем корпус церковно-славянских книг, что можно почитать и как оно все устроено, как работает. А потом мы несколько слов скажем о методе, как читать, и вот там слово «интертекст» нам и встретится. А в следующий раз мы продолжим чтение увлекательной молитвы Кирилла Туровского в неделю. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok